Всем привет, дорогие зрители! Я вас приветствую в моём новом видео. Начинаю видео, как всегда, с дороги. В этот раз мы решили поехать погулять в Германию, в город Мерцик. Но проезжали вот как раз город в Люксембурге Шенген. И тут нам встретилась такая красивая дорога. У нас весна, 10 градусов тепла, было солнышко в этот день. И трава как-то резко очень сильно позеленела. Вот ехали и наслаждались такой красотой. А вам желаю приятного просмотра. Сейчас мы проезжаем в Винограднике. Ещё буквально пару месяцев, и совсем всё станет очень красиво. Как-то я помню, мы ехали и находили здесь винодельню. В Люксембурге есть своё вино, и я его очень рекомендую вам попробовать. Но очень вкусно и недорогое. Всем привет! У нас сегодня воскресенье, и мы с Димой решили выбраться куда-то погулять. Куда-то поехать из Люксембурга. И в этот раз решили поехать в Германию, в город Мерцик. Мерцик входит в состав земли САР. Будем его исследовать. Вроде бы городок совсем небольшой. Здесь население составляет 30 тысяч человек всего. Пока ехали, прочла, что город уникален своим парком волков, в котором находятся 70 разных волков. И он открыт с 1972 года. И волки здесь из Канады, какие-то арктические. В общем, всякие уникальные виды. Они находятся, по-моему, в вольерах. Но у них, я понимаю, такая территория, что условия для жизни очень комфортные. Напоминают дикие. Создан этот парк исследователем и путешественником Вернером. Но я так вам рассказываю. Хотя мы сегодня, наверное, в него не успеем. Потому что уже три часа. И мы не знали, что здесь такой уникальный парк. Аналогом, которого нету больше нигде. Но в следующий раз, я думаю, еще вернемся и посмотрим. Он работает до пяти. И вроде бы каждое воскресенье месяца сам Вернер ведет еще экскурсии в этом парке бесплатные. Это я прочла, пока ехали в машине. В общем, пойдем гулять по городу с нами и смотреть. Изначально мы хотели ехать в Сарбург. Я была в нем летом. Там очень красиво. И тоже вот такой канал в нем. Посреди города. Красиво. Здесь такие домики тоже небольшие. Я читала, что здесь дома в стиле барокко будут в центре города. В этих стилях не взбиралась. Но, возможно, это оно. Но, пока ехали, тоже заметили просто зоопарки с животными, парки. В общем, здесь много достаточно зеленой зоны. Ну, видите, сегодня воскресенье. И людей на улице достаточно мало. О, кстати, смотрите, кто тут сидит. Птички. Ну все, весна пришла. Петятах. И хорошенькие. Во всех путеводителях сказано, что знакомство с городом нужно начинать с красивой ратуши. Мы сейчас к ней направляемся. Потом уже посмотрим остальные точки. Ранее эта ратуша служила охотничьим замком. Посмотрим на нее. Красиво. Ну, как всегда, в воскресенье приезжаешь в какой-то город в Европе, и все как будто бы вымерло. Люди есть, но магазины все закрыты. Красиво. Кстати, очень красиво тоже. Мне нравится. Василий, конечно. как всегда а этот я хотела найти стенд такой же только с недвижимостью до рубрика и всех небольших городков около люксембургом но его как агарин это нами ценник на 1 сейчас как бы не сезон а хотя это на мае по моему я вижу может нам в такой кафешку зайти начать городок нам показался совсем небольшим и конечно же уютным но так как мы приехали воскресенье как я и сказала то обычно таких городочках я не знаю точно во всей европе или нет но у нас тоже в люксембурге все закрыто но за что мы любим люксембург потому что всегда доступна опция поехать куда-то полчаса час и ты постоянно в каких-то новых городах их достаточно много вокруг в общем вроде бы мы и почти все пошли как я понимаю здесь надо больше гулять в упадком заповеднике смотреть ну и возможно идем куда-то ночиек такой маленький традиционный городочек жалко что мы не успеваем посмотреть этот парк раз мы уже здесь видимо другой раз да мы не готовились ехали его специально подняли сейчас почему не знаю чтобы она не крутилась ну да мне кажется в сарваре где тоже такое что-то стояла да да только там она крутилась как раз таки летом вообще еще такая обманчивая погода вроде бы плюс 10 градусов кажется солнышко тепло но вот я уже вискую без шапки ходить и мне кажется что у меня уже башка отмерзла и не холодно голове пострикся терпимо но как-то без шапки еще не сильно приятно мы вышли на еще одну красивую улочку разноцветными домиками в общем с баром зашли в какую-то кафешку и заказать шницель раз мы в германии а я греческий салат у него попробую шницель потеряла сейчас давлечь и потому что мне принесли салат просто сейчас увидите в общем греческий салат реально как в греции размер порции просто внушительный а вот и димы его шницель и подают хлеб еще по ценнику мясо у димы стоит 16 евро тоже огромная порция салатом у меня этот салат стоит 1290 заведение называется заведение называется клекс и мы с димой в шоке с размера этих порт мы возвращаемся домой до кембург не успели мы к сожалению попасть заповедник поэтому будет повод еще вернуться в будущем сюда диме очень сильно понравился шницель который он ел и плюс мы уже путешествовали по германии были в 3 в сарбурге сарбюкене и везде пробовали вот как раз эти шницели таких маленьких городочков около люксембурга и дима сказал что здесь был вот прям самый лучший шницель еще повезло что нас обслуживала девушка русскоговорящая она нам все объяснила в меню потому что другие официанты они на английском не говорили и можно сказать помогла нам с выбором поэтому это заведение рекомендую если живете в люксембурге и можете приехать так как совсем недалеко мы приехали вот лет во франции в городе тионвиль вот что тут есть здесь есть пола ральф лорен здесь есть гесс ливаясь еще всякие другие фирмы посуда какие-то французские прошлый раз мы уже здесь были при приехали в какой-то дождь и я не снимала а сейчас его нет если не будет там много людей то возможно засниму что там еще есть а еще томик эльфигер я помню да мы там что-то покупали что у нас такое все зеленое прям как будто бы за неделю трава очень сильно позеленела как искусственное смотришь прям вообще сегодня 10 градусов называется марки от веню марк авеню ну этот аутлет он крытый то есть несколько частей у него вот здесь там еще ральф лорен отдельно стоит отдельным таким зданием в общем никак булково сравнивать я хотела в манго и его не было в торговом центре клош-дор а здесь он есть сейчас зайдем ну что я вышла с манго пошла дальше гулять так вот так все выглядит тут вот я вижу и зак это кстати димы любимая фирма здесь в люксембурге там классическая такая одежда пиджачки в общем для офиса что-то в общем плохая одежда вот здесь обратите внимание она есть клош-дор также может он там где-то не знаю ну вот какая-то обувь здесь посуда всякое то это то что я люблю для дома красивая в общем что здесь еще какой-то соломон закупилась париж вот это хорошее фирма мне нравится яс как я уже говорила это даже не знаю что чем мы особо ничего не купили просто походили скидки здесь принципе хорошая всегда вот уже едем домой пошел дождик жду диму показываете за мной в общем то любит галереи лафойет то здесь тоже есть у них бутик можно сказать магазинчик и там какие-то марки от галереи лафойет и просто там колен кляйн представленный такой можно сказать мульти брендовый вот там вот в принципе неплохо их очень хорошие скидки на самом деле так вот вечерний привет мы только что вернулись из магазина лидл у нас он находится на районе в дуделанже видал считается одним из таких как ауди недорогих магазинов люксембурге часто там можно увидеть под каждым чуть ли не под каждым продуктом красный ценник мы давно в нем не были и сегодня решили заехать и что-то так закупились мощно вот хочу показать распаковку и постараюсь прикрепить какой-то ценник продуктом сейчас начнем смотреть с вами в лидл в принципе мне не нравится в нем овощи они какие-то не всегда хорошие но в лидли часто бывают недели какой-то кухни то есть иногда итальянской помню греческая там покупала какие-то их сырые вино вот в общем на этой неделе было неделя мне кажется украинской кухне и купила киевские котлеты замороженные в общем что касается заморозки и просто свежие рыбы мясо потом достаточно большой выбор давайте смотреть яйца потом сыр фита взяла специально для салата шампиньоны 250 грамм вот как раз в заморозках были такие штуки брускетты с помидорами захотелось попробовать обычно берем целую пиццу вот сейчас хотелось такое взять потом же во франции очень любят и картофель вот эти гротены их национальные блюда я уже разные попробовала сыром вот этот раз дела с моцарелла и томатами они кстати очень вкусные такие быстро готовятся в духовке прям супер рекомендую 2 авокадо достаточно большие помидоры черри дима только черри уважает потом я очень люблю такие йогурты с такими хрустяшками обычная вареная колбаска захотелось спинат для салатов потом даже не поняла честно ценник магазине посмотрю потом как раз на чеке один лосось горячего копчения такой как знаете вареный и один просто на бутепроды потом две пачки куриных наггетсов они продаются в обычном холодильнике не в морозилке вот я разные пробовал у них уже часто здесь люксембурге представлены всякие наггетсы либо такие вот просто в сухарях куриные штучки мне нравится и как-то один раз я попробовала такие рыбные котлеты в духе если помню покупала прям очень мне понравилось и тут увидела их и прям захотелось вкусно с каким-нибудь соусом тартар есть кита очень крупные маслины с косточкой я люблю с косточкой мне нравится когда такие жесткие сыр гауда какой-то 48 плюс не знаю что так это выдержка наверное самая обыкновенная шоколадка так еще одни шампиньоны такие же это дима купил какой-то бутербродный чеддер дальше у нас идет кокосовое молоко будем сегодня делать там я все первый раз дима будет делать гели его нашел всему лидлу гонялся но нашел и том-ям паста цити реально не во всех магазинах есть вот тут он нашел и томатную пасту и кокосовое молоко а я вот купила такую пасту с оливками для там для макарон апельсиновый сок то вот один пакет потом я скажу общий ценник за это все реально вышло недорого как мне кажется вот оцените вы дорого это или нет это какая-то тоже лапса тайская какой-то лук огромнейший просто дим что за лук такой парей дальше куда огромный просто потом хлеб хоть и безумно просто мягкий виноград я застаю второй пакет так колбаска солями какое-то мне кажется такое к вину обычно хорошо помидоры я вот и люблю есть с такими помидорами не черри какие-то салатики редиска весна круче пришла огурец но это вот хоть он кажется хорошим но это больно на всех экспатов потому что маленьких огурчиков нету таких хрустящих как мы привыкли даже летом нету их очень редко где можно найти креветки для том-яма сколько здесь 450 грамм какой-то сок яблочный дима любит дальше такая лимонная штучка для рыбы для готовки разбить котлет будет рыбный хорошо потом я как-то здесь уже брала замороженный тунец мне очень понравился и я взяла таких два тунца даже что я знаю что будет вкусный прямо 2 стейк 2 упаковки по 2 стейка очень вкусно помпят евро стоит эта пачка я еще смотрела там вот 5 евро пачка и было вот как я сказал украинская неделя я взяла сначала я не поняла что это украинская неделя подумала что может какая-то польская потом уже увидела те киевские котлеты и поняла что это украинская вот попробуем эти киевские котлетки лимонные лимоны дальше рис жасмин обычно нужен ко всяким тайским блюдам оливки вадима такие очень любит а я люблю вот обычные в банке эти какие-то чесноком там они более и не знаю они более вяленые в общем эти оливки в таких баночках еще одна том-ям паста и большая упаковка соли смотрим чек все вышло на 101 евро вот оцените вот этот весь масштаб то мероприятие и напишите как думаете дорого это или нет